Сельхозтоваропроизводители Ненинского округа представили свою продукцию на ярмарке-выставке, посвященной Дню сельхозработника. Кроме того, в честь праздника лучшие аграрии региона были удостоены заслуженных наград. Обо всем поподробнее расскажет Александра Литкова. Мясная продукция, хлебобулочные изделия, яйца, рыба и молочка от известных на весь округ производителей доступны для всех желающих, которые в этот день заглянули на ярмарку в ДК «Артика». Продукция сельхозпроизводителей нашего округа мне нравится. Мне нравится молочко, сметанка, творог, великовисочное. Мне нравится красная продукция, тоже масло. Ну, горпо, мне тоже выпечка очень нравится. Так что я поспешила сюда, чтобы приобрести вот эти продукты. Тем более праздник такой хороший, День сельского хозяйства, перерабатывающий промышленности. Акционерное общество мясопродукты на ярмарке презентовало котлеты по-киевски, которые пока не появились в продаже в фирменных магазинах общества. Еще один приятный бонус для покупателей – 5-процентная скидка на продукцию предприятия. Представляем мы сегодня продукцию из оленинки. У нас широкая линейка консервных, представленная консервная продукция и продукция деликатесная из оленинки. Сегодня у нас также продукция, котлеты по-киевски. Это у нас из филе курочки. Продажу не поступило. Предлагаем сегодня попробовать нашим посетителям и дать нам оценочку нашей продукции. Впервые в ярмарке все желающие могли приобрести рыбную продукцию, которую представил начинающий предприниматель из Наринмара. Также в ярмарке приняли участие производители из Красного и Великовисточного, продукция которых неизменно пользуется спросом. Мы привезли сегодня телятину мясо, фарш, масло, всю молочку привезли, которую мы делаем, сливки творог, масло. Привезли еще выпечку. Как видите, мясо уже закончилось, и фарш закончился. Больше спросом пользуется у наринмарцев. Завершился праздник торжественным награждением в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Тружеников полей и ферм фермерских хозяйств, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а также работников пищевой и перерабатывающей индустрии поздравили окружные власти. Вы в этих суровых условиях, о чем уже и коллеги мои говорили, невзирая ни на что, работаете, работаете и работаете. Вы делаете то дело, которому себя посвятили, которое, надеюсь, что вы любите. В результате мы с огромным удовольствием пожинаем, пожевываем результаты вашего труда. Я вот с гордостью, когда еду в любую командировку, помимо, а может быть, и вместо какой-то представительской продукции нашей везу, либо что-то из мяса, либо что-то из рыбы. Когда угощаешь своих коллег, они с завистью смотрят и говорят, слушайте, вообще замечательно. Как на севере такое можно сделать. Свыше 20 лучших работников отрасли получили высокие правительственные награды, знаки отличия Министерства сельского хозяйства, администрации округа и профильного департамента. С одной стороны, мы тратим достаточно много, свыше 700 миллионов рублей. Вот то, что у меня цифра есть в голове. Но многое для Тайманова вопрос заключается в том, что, конечно, всегда хочется сделать больше. И у нас есть проблемы, и весьма серьезно, по тем же фермам. Есть старые фермы, которые надо обновлять. И поэтому, конечно, с точки зрения развития предпринимательства, с точки зрения того, чтобы наши сельскохозяйственные кооперативы работали на полную мощность, есть проблемы с тем, чтобы все работали в равных условиях. Александр Лутовинов также отметил, что проблем в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности еще хватает. И решаться они будут в ближайшее время, в том числе и в ходе предстоящей работы над бюджетом региона. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север.